Добрый день, уважаемые участники вебинара. Я надеюсь, меня хорошо видно, слышно, все в порядке и можно начинать сегодняшнюю встречу. Предлагаю начать ее серию вебинаров своих. Предлагаю начать вот с этой хорошей, интересной, необычной темы. Поговорим сегодня о том, как создавать красивые картинки. Поговорим о том, как создавать инфографику. Несколько слов сначала о том, что это такое. Может быть, вы с ней уже сталкивались, знакомы, наверняка видели ее и в журналах, и в социальных сетях. Уже не секрет, это уже притча в языцах о том, что сейчас информации в разы больше, чем когда-либо. Это было 2 миллиона видеороликов создаются каждый день, полтора миллиона различных единиц контента, текстов, картинок и каких-то других видов вариантов. Создается каждый день. Все это в интернете представлено. Все это мы можем видеть, слышать. И с таким огромным количеством информации, конечно, справляться достаточно тяжело. Особенно людям, которые действительно работают по долгу службы с информацией. Я имею в виду библиотекарей, учителей, которым нужна из большого массива информация выбирать только самое-самое. И каким-то образом ее структурировать и представлять для просмотра своим читателям, школьникам, учащимся. И тогда, наверное, на помощь может прийти как раз вот инфографика. Такие изображения, такие картинки, такие объекты, которые позволяют представить информацию зримо, просто, что называется, просто, а сложным, которые позволяют в одну картинку уместить сразу большой массив информации. Ну, чтобы не быть голословной, вот несколько слайдиков с примерами разных типов инфографики я подготовила. Ну, как можно представить инфографику? Вот на экране сейчас у меня инфографика, посвященная Иосифу Бродскому. Для сравнения, допустим, страницы учебника, посвященные этому писателю, это его порядка десятка, может быть, учебники, эти вот 10 страниц текста возможно представить именно в таком виде. Проще для восприятия, все сразу зримо, тут можно охватить сразу все. И самая-самая информация, самое важное, что нужно знать, здесь постарались авторы представить, это инфографики. Уже нам выбирать, что проще, читать текст или смотреть вот на такие изображения. Но так или иначе, инфографика завоевывает все больше и больше внимания у читателей, у школьников, у зрителей. Вот еще несколько вариантов. Ну, например, когда у нас есть большой массив научной информации, посвященной белому медведю, и нам вот нужно представить ее для школьников, чтобы все было просто, понятно, и вот опять-таки самое-самое главное из всего этого массива вычленить для них и представить. Вот вариант, например, инфографики про белого мишку, вот такой. Либо, например, даже инфографику можно создавать не только по научным книгам, но и по художественным. Вот с правой стороны у меня инфографика, посвященная Гуглю, а точнее его произведению «Шинель». Для школьников, которые впервые читают это произведение, для современного подростка часто непонятно, что это такое, как это выглядит, как эта одежда смотрится, из чего она состоит и так далее. И вот как раз инфографика здесь помогает. Здесь не только представление о предмете, но это все еще и дополняется цитатами из самого литературного произведения. То есть, по сути, получается вот и научная, и литературная инфографика два в одном. Это я вам только три примера привела. На самом деле, достаточно много существует примеров инфографики. Ученые задумались и вычленили целых 20 типов инфографики. Если вам интересно, ссылочку я в чат отправила. Здесь как раз информация о разных типах, о том, какие они бывают. Бывают инфографики, где один предмет описывается, бывает, где несколько сравниваются между собой. Инфографика как лента времени, хронологическая инфографика. Может быть, инфографика со статистикой, с диаграммами, схемами и многое-многое другое. То есть, на самом деле, здесь есть где развернуться, есть о чем подумать. И давайте уже перейдем, собственно, к тому, как и зачем ее можно создать. Самое главное, что выделяют любители инфографики для себя, то, что это просто, то, что это достаточно быстрое знакомство с информацией, это нескучно, это наглядно. И самое главное, миссия достается создателю инфографики, который должен подобрать материалы и их красиво расположить. Из чего может состоять инфографика, что туда можно включить? Ну, уже по моим инфографикам, которые я на слайдах показала, было понятно, что, прежде всего, это, конечно, разные изображения. Во-вторых, это текстовые пояснения к ним. Можно и без текстов создавать инфографику, кстати, это тоже такие варианты присутствуют. Но чаще всего там присутствует небольшой текст, правда, тут главное не увлечься. То есть, чтобы инфографика не превратилась просто в какую-то таблицу или там конспект какой-то и так далее. Схемы диаграммы графики позволяют представить какие-то цифры, цифровые показатели. Более того, современные сервисы для инфографики позволяют вставлять внутрь еще дополнительные медиа-объекты. Мы туда можем добавить гиперссылки и разные встраиваемые элементы. Например, ленты времени, видеокарты, опросы, викторины, презентации. И инфографика у нас получается уже такая более интерактивная. И уже там большой массив информации скрывается за обычной картинкой. Это здорово, конечно. С чего начнем? После того, как мы придумали тему, переступаем к сбору материала. Опять-таки, все зависит от того, что мы хотим представить в инфографике. Если мы хотим больше зримой информации, то собираем картинки, видео. Если нам нужны какие-то статистические показатели, то собираем цифры, графики, диаграммы и так далее. Обрабатываем это все. Придумываем, как бы это могло выглядеть. Как бы мы хотели это представить. Может быть, на бумажке, может быть, в компьютерном варианте. Ну, а затем переходим, собственно, к самому дизайну. Ищем сервис или инструмент, с помощью которого можно все это красиво сделать. Тут, кстати, может идти история и наоборот. То есть мы можем загореться каким-то интересным инструментом, увидеть там какой-то шаблон очень необычный и на его основе создать что-то свое. Это тоже хороший вариант. Поэтому я и предлагаю вам немножко загореться разными сервисами и инструментами. Посмотрим шаблоны, посмотрим варианты. И я думаю, что к концу вебинара вы для себя что-то выделите из всего списка. Давайте смотреть. Самое главное, что нужно для инфографики, это то, чтобы она была достоверная, конечно. Если мы даем какие-то показатели, цифры и статистику, то она должна быть правильная, естественно. Инфографика должна быть понятная. Можно придумать много-много каких-то креативных картинок, но там будет как-то все не очень логично и не очень понятно. Отсюда и следует логично, что это должна быть структурированная информация. Чаще всего инфографика – это блоки. То есть один за другим несколько блоков выстраиваются в определенном порядке, и это помогает лучше представить информацию. О лаконичности я уже говорила о том, что не нужно увлекаться текстовыми надписями. И начинающие создатели инфографики часто вот как раз такую ошибку допускают. Хорошо бы, чтобы был единый стиль оформления. Это здорово, если мы работаем с шаблоном, там все уже за нас придумано, и от нас требуется не так уж много. А вот если мы начинаем с нуля, тут важно не промахнуться как раз со стилем. Ну и самое главное, наверное, я бы поставила ее, если не на первое место, то точно на первое из трех, на одной из трех – это читабельность инфографики. Она должна быть не только понятной, но и прочитаться хорошо. Это важно, особенно если мы сохраняем ее как картинку в компьютерном виде, а затем, допустим, размещаем в сети интернет, где-нибудь в группе в социальных сетях. Если там очень мелкий шрифт, картинка сама не очень хорошего качества, то, к сожалению, все наши усилия пропадут зря. Поэтому читабельность тоже – это очень важно. Но давайте посмотрим, что можно попробовать. Ну, во-первых, можно просто, не мудрствуя лукаво, взять нашу замечательную PowerPoint-программу и прямо поработать в ней. Вот примерчики у меня такой инфографики. Это инфографика, которую я делаю для своей группы ВКонтакте, ну, не своей группы, Крывеческого отдела научной библиотеки Мурманска. Это вот инфографика по Красной книге в Мурманской области созданная. Здесь как раз вот пример блоковой информации. Часто технически это сделать довольно просто. Слайды переворачиваются в вертикальном формате. Так мне показалось, что информации на них поместится больше. Ну, и вообще-то стандартно для социальных сетей более вертикальной, поскольку для контакта это все предназначалось. Что тут? Несколько блоков друг за другом расположены. Делается разграничение эти линиями, различными формами, заливками. Ну, и картиночки добавляются, вставляются, удаляется у них фон. Ну, и небольшие текстовые вот такие вот штучки. Дополнительно сюда вставляются диаграммы графики. В общем, все это делается несложно, и можно даже, не используя каких-то специальных приспособлений, без выхода в интернет, создать вот такой простой вариант инфографики. Просто интересно. Если же мы хотим замахнуться на что-нибудь более глобальное, если мы хотим какую-нибудь медиа-инфографику со встраиваемыми объектами, более сложную, допустим, мы хотим анимацию, чтобы все это красиво смотрелось, выезжало и переливалось, то тогда нам без онлайн-сервисов не обойтись. Ну, самый распространенный вариант – это сервис Ганла, о котором сразу же вспоминают, как только заходит речь о создании графических объектов. Это сервис такой многостаночник, я бы сказала. Он создает и презентации, и флеш-карточки, и видеоролики, и что еще, различные баннеры, картинки для соцсетей, в том числе есть и шаблоны для инфографики. Можете раскрыть последнюю ссылочку, посмотреть, сколько здесь шаблонов. Я уже сбилась со счета, когда их пересчитывала, ну, примерно около 60 разных шаблонов. Там нужно внимательнее присмотреться, есть и среди этого массива платные и бесплатные, но бесплатных я около 60 насчитала. Чем хорош сервис? Ну, во-первых, тем, что его перевели на русский язык, и он стал намного понятнее и проще в использовании. Во-вторых, тем, что здесь огромный массив, большая библиотека изображений, картина, которую мы можем вставлять внутрь. Я как раз вкладку «Элементы» вот сейчас на скриншоте ее открыла, чтобы можно было посмотреть. Картинки сразу уже предлагаются, из них можно выбирать фигуры, рамки, линии, прямоугольники, иконки. Более того, в эту инфографику, если посмотрим на скриншот, можно добавить и фотографии, и видео, и аудио. Видео добавляются по ссылке из YouTube. В общем, здесь большой вариант для творчества. А вверху еще есть кнопочка «Анимация». Мы можем анимировать различные элементы инфографики. Ну, например, выделить любой объект, текст или картинку, и добавить анимацию на вход, на выход, чтобы это все красиво смотрелось и двигалось. Ну, вот шаблоны я вам показала. Давайте я несколько примерчиков отправлю в чат разных инфографик. Они, в основном, все шаблоны здесь, надо сказать, вот такие вертикальные, напоминают ленту вертикальную. Однако, если вы, допустим, разместите эту инфографику у себя в блоге, допустим, с помощью кода для встраивания, там можно будет ее увеличить и рассматривать уже более детально, чем, например, это сделать по ссылке. Более того, еще один плюс у этого сервиса в том, что вы можете не только вставлять ее на сайт и в блоге по ссылке, вернее, по коду, вы можете скачать ее ксенокомпьютер без ограничений в разных форматах. Можно PDF, можно картинку. И еще есть возможность поделиться ссылкой, но особенной ссылкой – ссылкой для редактирования. То есть вы можете эту ссылку разослать другим участникам, своим друзьям, коллегам, и предложить им отредактировать инфографику вместе с вами. Такая вот совместная деятельность может возникнуть на основе работы с инфографикой. Собственно говоря, плюсов здесь достаточно много. Единственное, что меня немножечко затрудняет в работе с этим сервисом, то, что здесь шрифты не все поддерживают кириллицу. Когда мы открываем список шрифтов, мы радуемся, как их здесь много. Правда, часть из них платные. Обязательно смотрим на значки внимательно. Платные помечены такой желтой короной внизу. Или, если это картинка, иногда на ней может стоять водяной знак. Это значит, что это платные элементы. А что касается шрифтов, те, которые не помечены короной, они не всегда поддерживают русские буквы. Вот это сложно, поэтому со шрифтом здесь такая история. Мы открываем список и долго-долго ищем тот, который именно таким, каким надо нам окажется. Здесь дается бесплатно 1 гигабайт свободного пространства. Количество работ не ограничено. То есть в рамках этого 1 гигабайта мы создаем все, что посчитаем нужным. Но затем делимся и публикуемся и в социальных сетях, и в блоге, и на сайте, и где угодно. Ну и, конечно, компьютер себе тоже скачиваем. Так что это очень хороший сервис для работы, особенно для начинающих, пользователей вообще больше никаких затруднений здесь, наверное, возникнуть не может. Да, забыла еще сказать, что здесь еще карту можно вставить, гугл-карту. Идем дальше. Ну, не сказать, что его брат-близнец, но сервис очень-очень похожий. Крэлло. Одно время они даже такие соперниками были, кто вперед, кто круче. Одно время Крэлло вырвался вперед, давал хорошие возможности, у него был просто отличный бесплатный тариф. Правда, эта красота существовала недолго. Здесь немножко поменьше шаблонов, около 50 бесплатных. Здесь вы не увидите вот этой вот короны, не увидите платных элементов. Вроде как можно радоваться, что тут практически все бесплатно. Но, к сожалению, у этого сервиса тоже есть ряд ограничений. Во-первых, самое главное ограничение то, что здесь можно скачивать только 5 проектов. В рамках сервиса вы можете создать неограниченное количество работ, но в месяц из этого сервиса вы можете выкачать только 5 своих изображений, 5 инфографик, например. Если вас это не смущает, и вы не планируете стахановскими темпами создавать инфографику, то почему нет? Сервис вообще отличный. Он немножко уступает канве все-таки, потому что здесь нельзя встроить, например, карту, а все остальное по функционалу практически один по один. Здесь есть и анимация, здесь есть и дополнительная функция вставки в видео, здесь большая библиотека изображений. Давайте я вам покажу на примерах. Вот я вам первую ссылочку отправила, это шаблоны, чтобы сориентировались, что можно сделать. И вот, собственно, то, что у меня сейчас на слайде, фрагмент инфографики, глубина океана. Довольно симпатичные изображения, это все взято из библиотеки сервиса, это сами создатели такое создали. Так что вот на примере можно посмотреть. Ну и самый большой плюс в этом сервисе в том, что здесь большая часть шрифтов поддерживает русский язык. Я не скажу прямо, что все, я такой работой не занималась, прям вот каждый шрифт проверить. Но вот из того, что я выбрала просто наугад, они все поддержали русский язык, и все очень корректно отобразились. Это мне, конечно, понравилось. Как эту работу можно еще сохранить, кроме как скачать? Можно взять ссылку и код, и встроить это на страницу сайта и блога, либо просто делиться ссылкой. Здесь ограничений нет, поэтому количество работ вы можете создавать столько, сколько захотите. Только вот скачать можно пять штук, а так без ограничений все остальное. Поэтому стоит к этому сервису, я думаю, тоже присмотреться. Он довольно неплох для работы, интересный. Он, кроме того, что создает инфографику, разные картинки, он, собственно, делает все то же самое, что и канва. Он умеет и флайеры создавать, и постеры, и презентации, и видеоролики, и анимированные открытки умеет делать. Так что если у вас, допустим, есть социальные сети, и вы хотите создавать картинки для соцсетей, то вот эти два сервиса здесь будут вам хорошей подмогой. И канва, и крэлла, они как раз ориентированы на создание контента социальных сетей. Но в том числе инфографику тоже умеет делать. Еще один вариантик – Adobe Spark. Это тоже сервис для создания контента для соцсетей. Он умеет делать примерно то же самое, тоже флайеры, обложки, постеры. И правда он на английском языке. Это первое затруднение, зато у него нет ограничений. Он бесплатный, он не ограничивает по количеству скачиваний, он дает и код, и ссылку, чтобы встраивать это все на странице сайтов и блогов. Правда, инфографика здесь немножко своеобразная, потому что она больше напоминает плакаты. Ну вот я взяла один из шаблончиков и попробовала такую литературную игру придумать с ним. Это то ли плакат, то ли инфографика получилась. Ну вот примерно в таком духе здесь и представлены шаблоны. Их здесь довольно много. Если вы что-то планируете здесь создавать, вам придется пролистать их. Их много. Там по поиску сложновато найти что-либо. Ну, заодно можно познакомиться, представить, что это за сервис. Кроме того, он умеет создавать красивые лонг-риды, умеет делать видеоролики, слайд-шоу. Когда вы загружаете массив фотографий, получается на выходе красивое слайд-шоу. Вот все это умеет. Собственно говоря, как это все работает. Выбираем шаблон, добавляем туда элементы, текст, картинки и разные эффекты для текстов и для картинок. Единственное, что эта инфографика не интерактивная. То есть тут видео не вставляется, допустим, нет анимации. Что тут еще? Ну, карту не вставить. В общем, это инфографика для скачивания. Обычная картинка, по сути. Ограничений на скачивание нет. Можно и ссылку, и код еще дополнительно получить, если вам угодно. Зато здесь очень подробные настройки. Здесь можно красиво шрифта выбрать, настроить расстояние между буквами, между строчками, отцентровать, добавить эффекты. Здесь картинки можно перекрашивать. Так что здесь тоже хороший функционал. Можно попробовать как подмогу для конвей и крыла. Если вы английским владеете, да даже если не владеете, сейчас Google переводчик можно перевести и тоже попробовать. Вдруг понравится. К тому же здесь есть мобильное приложение, правда, только для iOS. А так оно работает в браузере на компьютере и на Apple технике. Существует много инструментов, изначально заточенных под инфографику. Кратко о них расскажу. Они существуют уже довольно давно. Те, которые я назвала, три в самом начале, они не такие старожилы. А вот есть действительно сервисы, которые давно уже много-много лет существуют и работают до сих пор. Один из них из ELEM. Я его поставила на первое место, потому что он представляет здесь довольно неплохой функционал, но и довольно несложный для использования. Он на английском тоже языке, но, собственно говоря, здесь все несложно. Вот кнопочек здесь не так много, шесть по вертикали и несколько еще по горизонтали вверху, которые позволяют представить нам, собственно говоря, что можно вставить в такую инфографику. Тексты, картинки, фон поменять, выбрать шаблон, вставить диаграммы, схемы, ну и добавить видеоролик с YouTube. Шаблонов здесь достаточно много, около 50. Что-то можно выбрать для себя, посмотреть. Можно начать работу с нуля и самостоятельно создавать что-либо. Теперь про ограничения. Здесь не так много картинок. Здесь не такая большая библиотека, как в Canva или в Crello. Поэтому с картинками здесь придется туговато, придется загружать свои. Но взамен этого здесь есть шаблоны разнообразные. Здесь не только вертикальные, как у Crello и у Canva, здесь есть и горизонтальные шаблоны, и квадратные. Поэтому инфографика такая более разнообразная получается. Ссылочку я вам дала, это у меня, по-моему, квадратная была диаграмма. Сейчас еще парочку добавлю, чтобы вы посмотрели, какие разные можно создавать здесь инфографики. Ну, интерактивность здесь добавляется за счет использования видео, которое вставляется с YouTube. А так, сервис довольно хорош. Он дает возможность создавать совместное предприятие. Здесь есть такая опция группы. Она называется, это бесплатная опция. Вы можете создавать группы, приглашать туда сотрудников, участников, друзей, и вместе с ними создавать инфографику. Такая совместная работа получится в итоге. На выходе получаем картинку, либо интерактивную инфографику. Можно скачать ее. Ну, понятно, что интерактивность исчезнет. Но как картинку мы можем ее сохранить на компьютер. Либо вставить ее на сайт и в блог. Есть ссылка и есть код. Если мы хотим более расширенной возможности, здесь есть платная подписка. Я уже про платную подписку. У каждого сервиса есть она, кроме Атопспарка. Там разные цены совершенно. Но у S.L. совсем небольшой ценник. Здесь 2 доллара в месяц. Есть еще сервисы намного более дорогостоящие. Но, собственно говоря, здесь даже и бесплатных возможностей вполне хватает для работы. Пикточарт. Вот еще один тоже долгожитель сервис. Он одно время очень пользовался большой популярностью. Очень много картинок с его помощью было сделано. Он умеет и презентации делать, и картинки. Такой тоже многофункциональный инструмент. Свой интерфейс уже давно не менял. Наверное, вот как он был, так и сохранился до настоящего времени. Собственно говоря, все рабочие кабинеты, если посмотреть, они друг на друга похожи. Тоже вот есть меню вверху, есть сбоку, дополнительные кнопочки для вставки контента. Графики. Графика имеется в виду разные картинки, формы, стрелочки, рамочки, линии и так далее. Текст. Background – это фон. Color scheme – это окраска инфографики. Дополнительный интерактив добавляется через кнопку Tools. Там, если ее нажать, то можно добавить сюда видео и карту по ссылке и по ссылке из YouTube. Вот, вроде как, все неплохо. Здесь около 170 шаблонов. Их довольно много. Можно что-то выбрать. Но, к сожалению, бесплатный тариф тут очень драконовский. При всей хорошести шаблонов, все-таки, если мы будем скачивать, здесь дают всего два скачивания, и даже не в месяц. Это просто два скачивания, и все. Правда, есть код и ссылка. Мы можем через код и ссылку вставлять. Но если мы хотим картинку себе сохранить на компьютер, то это всего две, и все. Это явно мало. Поэтому, к сожалению, PictoChart, при всей его хорошести, остается чаще всего не очень востребованным сервисом. А жаль. Потому что функционал здесь неплохой. Снапа. А это что за зверь? Снапа. Недавно появился сервис. Он не предлагает ничего сверхординарного. Тут мы не увидим медиа. Мы увидим здесь просто картинки. Красивые, хорошая библиотека изображений. Вот веселая инфографика про животных. Я вам ссылочку отправила. Здесь красивые шаблоны. Очень такие симпатичные. Они с хорошей анимацией. Для детской инфографики подойдет. Здорово. Тоже очень похожий рабочий кабинет. Есть кнопочки для того, чтобы поменять фон, добавить текст, разные формы, картинки. Хорошая библиотека изображений. Все бесплатненькое. Здесь около 48 шаблонов присутствует внутри сервиса. Теперь по поводу ограничений. Ограничений здесь на 3 скачивания в месяц. У Крелла было 5 скачиваний. Здесь 3. Чуть не меньше. Ну, в общем, сервис хороший, что можно сказать. Здесь 100 тысяч изображений в самой библиотеке. Они все бесплатные. То есть нам не нужно бегать по различным стокам, искать картинки, удалять у них фон, вставлять сюда. В общем, есть все, что необходимо для работы. Но, к сожалению, только 3 скачивания. И, к сожалению, здесь закрыта опция для кода и для ссылки. То есть можно просто скачать и все. Ну, а дальше там уже самостоятельно вставлять все на сайты и в блоге. Поэтому, к сожалению, тоже не очень востребованный сервис. Может быть, со временем и он, и Пикточарт будут развиваться, может быть, улучшат свои тарифы. Платный тариф здесь дорогой – 10 долларов в месяц. Но, мне кажется, это не стоит. Из-за того, есть более функциональные инструменты. Инфограмм. Тоже давно существующий сервис. Он создавал анимированную инфографику. Когда еще в инфографику нельзя было ничего вставить, это была просто картинка и текст. Вот инфограмм в эту эпоху очень хорошо развивался. В начале 2000-х годов, когда он только-только появился. Потому что анимацией занимался только он. И здесь красиво выплывают графики, буковки выплывают, и шаблоны уже со встроенной анимацией. Сейчас, конечно, инфограмма уже смотрится немножко архаично, потому что интерфейс у него не самый красивый. Ну, и английский язык тоже затрудняет общение с ним. Однако же, что здесь можно сделать? Тексты, картинки, графики. Из интерактивных элементов можно добавить карту, видео с YouTube и встраиваемые объекты. Вот это хорошо. Сюда можно добавить, допустим, презентацию какую-нибудь, как встраиваемый объект, видеоролик, как встраиваемый объект, чтобы можно было сразу смотреть его. Что там еще у нас? Ну, может быть, какую-то игру в викторину можно добавить внутрь. Получается уже такой медиа-объект. К сожалению, здесь тоже есть ограничения. Свои пять проектов можно создать с одного аккаунта. Дополнительно есть опция «Восможность создания еще и многостраничной инфографики». Кстати, такой же есть опции у Canva. Ну, и здесь тоже можно добавить несколько страниц, и получится у нас даже уже такая целая презентация. «Скачать» — это платная опция. Бесплатно можно получить код и ссылку, чтобы встроить на сайт и в блог. Ну, если сервис понравился, кто-то, вот, некоторые журналисты только им и пользуются, поэтому если вот платный тариф дороговато, то можно попробовать несколько аккаунтов создать и попробовать этот сервис. Хотя у него, конечно, очень хорошие конкуренты есть. Ну, вот, хотя бы в Engage. Сервис на русском языке — это здорово. У него много шаблонов, это тоже замечательно. Но, опять-таки, ограничения на пять проектов, но русский язык подкупает. На выходе получаем картинку. Мы ее можем скачать... Нет, скачать нельзя. Мы можем ее встроить на сайт и в блоге получить ссылку. Собственно говоря, здесь особо объяснять по картинкам, уже по скриншотам понятно, что здесь можно добавить. Здесь хорошая библиотека элементов. Можно добавлять диаграммы, схемы и графики, картинки, фотографии свои и загружать. Есть кнопочка «Интерактив», она позволяет добавить видео с Ютуба. И еще можно даже добавить опрос. Ну, опрос очень простой. Допустим, какой-то вопрос и несколько вариантов ответа. Вы можете, например, какую-нибудь интерактивную афишу так сделать, спросить у читателей их мнение о книге. Например, сначала инфографика о книге, а затем опрос в конце. Как вариант. Ну и, конечно, видео с Ютуба сюда тоже можно вставить. Получается хорошая, добротная, интерактивная публикация. Венгейдж давно не менял свой интерфейс, давно не менял свои тарифы. Я думаю, так он и останется в таком же виде. В общем, собственно, неплохо. Что тут сказать? 4 с плюсом. Продолжаем дальше. Чуть лучше. Я бы сказала, что в Висме будет здесь покруче. В этом смысле. Сервис тоже многостаночник. Тоже умеет, как и пикточарты, делать презентации, инфографику в том числе. И вот так он выглядит. Ссылочку я вам отправила. У него есть возможность и интерактивных добавлений. То есть здесь можно и видео добавить, и даже музыку. Здесь возможность добавить аудиофайлы. Фотографии, картинки без ограничений. Свои, конечно, можно загружать. Тексты добавлять. Графики, схема. Карту можно, но карта здесь будет такая, очень схематическая карта мира. Если вы какую-то более глобальную хотите, то это уже платная опция. Ну, собственно, карта здесь, наверное, не самая главная. Одно время он позволял добавлять гиперссылки. И у меня в инфографике есть такая гиперссылка. Вот про ледокол Ленина. Она должна работать. Я надеюсь, что она до сих пор работает. Сейчас это платная опция стала, к сожалению. Гиперссылки здесь закрыты. Зато улучшилось аудиосопровождение. Здесь в разделе «Медиа» можно добавить аудиотрек. Правда, не с компьютера, а из библиотеки и сервиса. А раньше там было пять треков представлено. Маловато. Сейчас около, они пишут около десяти тысяч. Я не пересчитала их на самом деле, но я верю, что, наверное, их много. Поэтому сейчас можно аудиосопровождение создать для этой инфографики. Плюс там можно настроить громкость, закольцевать эту музыку, чтобы она бесконечно звучала, когда просматриваешь инфографику. Но, собственно говоря, очень даже неплохой сервис. Опять-таки, пять проектов здесь можно создавать бесплатно. Ссылку я отправила. Она чуть выше. Не открывается? Должна. Да, открылась. Нормально. Ссылка чуть выше. Так, возвращаюсь обратно. А, ну внутри инфографии. А, значит, уже все. Отключилась моя гиперссылка. Бесплатно в тарифе. Но она работала одно время. Вот. К сожалению, сейчас закрыли это. Но я вам сейчас покажу другой сервис, где гиперссылки вставлять можно. Готовую вот эту инфографику скачать нельзя, но можно кодом взять ее к себе на сайтный блог и ссылкой поделиться, как я это делаю сейчас. Собственно говоря, вот он. Если вы хотите гиперссылки, то, пожалуйста, вот сюда. Дженниелли. Дженниелли. Этот сервис, Best of the Best, в последнее время о нем пишут и говорят. Огромное количество работ в нем создают. Есть целая группа и на Фейсбуке, и ВКонтакте, называется мы Дженниелли. Там можно посмотреть самый большой массив работ, созданных в этом сервисе. Я вот скромно свою ссылочку сюда, вам в чат отправила. Если у вас есть какие-то свои под руками, сейчас есть возможность поделиться. Вдруг вы уже что-то в нем создавали. А для тех, кто пока мало с ним знаком, расскажу, что сервис действительно хорош. Здесь огромное количество шаблонов. Опять-таки, бесплатный тариф и платный тариф есть. Правда, они различаются количеством шаблонов, количеством возможностей. Допустим, я не знаю, какие-то особые красивые элементы становятся платными. Но даже то, что бесплатно, представлено, оно достаточно хорошего качества, и можно все это использовать. Есть шаблоны, около 30, не очень много, но с другой стороны, они очень разнообразные. Не один похожий друг на друга. Что можно вставить? Сервис на английском языке, кнопок здесь немного, и очень быстро можно разобраться. Тексты, картинки. В разделе ресурсы можно добавить какие-то элементы. Вот у меня как раз там кнопочка открыта. Здесь разные линии, графики, иконки, формы и так далее. Дальше есть кнопка insert, которая позволяет встраиваемые элементы сюда добавить. Например, видеоролик можно встроить. Поменять фон можно. Можно создать многостраничный инфографик. Есть кнопка pages. И самая интересная кнопочка интерактивные элементы. Такая стрелочка с кружочком. Это кнопочка для добавления так называемых интерактивных меток. Здесь инфографика становится похожа на интерактивный плакат. То есть вы поверх этой картинки, поверх самой инфографики, наносите метки, и к каждой такой метке вы можете прикрепить дополнительный какой-то контент. Чаще всего это прикрепляют ссылки на различные веб-ресурсы, переходы на другие сайты. Вот как раз гиперссылки вы таким образом можете оформить внутри этой самой инфографики. Кстати, гиперссылку можно прикрепить не только к этому интерактивному метке, можно к картинке покрепить, к тексту, вот как обычно гиперссылки в тексте. Можно и так их сделать. В общем, вариантов здесь много. Ну, насчет туговато. 30 шаблонов, мне кажется, не так уж и плохо. Можно, в конце концов, начать с нуля. Все это сделать. А можно инфографику сделать на основе шаблона для презентации. Здесь есть и презентационные шаблоны, и сделать ее как презентация, только в горизонтальном формате будет ваша инфографика. И тоже как варианты. Вот, то есть, тут... Да, но они не канули в нету, надо вам сказать. Они просто перешли, наверное, в раздел платных. Вот, был там хороший один шаблончик, который я использовала, потом я увидела его в среде платных. Если вам этот сервис очень нравится, я знаю, что он нравится очень много, то по своей цене он очень-очень демократичный. Самый простой тариф стоит 1 доллар 25 центов за месяц. В общем, по сравнению с другими, которые просят 20 и 40, это очень даже неплохо. За такой продвинутый тариф можно получить доступ ко всем шаблонам, в том числе и те, которые платные. Кстати, если вы создаете какую-то работу, и потом этот шаблон куда-то пропал, канул в лету, работа у вас не исчезнет. Так что здесь бояться не стоит. У меня такая есть работа одна. Этого шаблона уже давно нет, а она вот до сих пор у меня есть среди работающих. Собственно говоря, сервис очень неплох. С помощью интерактивных элементов вы можете прикрепить сюда все, что угодно. Видеоролик, презентацию по ссылке, например, что там еще. Опрос, викторину, игру, все что угодно. Так что здесь хороший функционал, плюс здесь опция есть совместной работы. Вы можете предоставить доступ к инфографике другим пользователям, а они тоже вместе с вами что-нибудь сделают. Еще есть возможность открыть ваш шаблон для других пользователей. Есть и такая опция. Она, кстати, по умолчанию здесь настроена, насколько я помню. Любую работу, которую вы делаете, она сразу по умолчанию открыта другим пользователям. Они могут при просмотре нажать на кнопочку, там появляется такая кнопочка, использовать этот шаблон. И нажав ее, они попадают, сохраняют вашу инфографику к себе в личный кабинет и там могут сделать здесь все, что угодно. Вы можете закрыть эту опцию, если вы не хотите, чтобы ваш шаблон исправляли и переделал. Но чаще всего многие работы, сделанные в джинн, дают такую возможность, и вы можете подсмотреть какую-нибудь хорошую идею, потом ее взять себе на вооружение. Ну, в общем, о нем можно рассказать бесконечно. У меня будет отдельный вебинар, посвященный этому сервису. Правда, он будет ближе к концу этого следующего года. Ну, если вам очень интересно про инфографику специальную, это скорее для учителей биологии, химии, математики, нет, не математики, а скорее естественных наук, химия, биология, что там у нас еще, физика, микробиология, вот такие вот дисциплины. Есть специальный сервис для создания таких инфографик научных. Ну, он сервис такой, ориентированный больше, конечно, на университетских ученых, но и учителям можно здесь что-нибудь позаимствовать. Я не сильно в этом разбираюсь. Я взяла самый простой шаблончик про круговорот воды в природе. Вот так у меня получилось в итоге. Это сервис для создания таких красивых инфографик. Ну, вот, например, учитель химии хочет какую-то модель белка создать, инфографику про белок, допустим, там какую-то суперхимическую штуку нарисовать. Понятно, что в обычных сервисах таких картинок не будет, а нужно хотелось бы. Поэтому вот здесь есть как раз огромная библиотека разных этих структур белков, протеинов, разных молекул. Ну, вот я про растение выбрала, что мне ближе было, вот я и сделала на основе этого шаблона, попробовала. Интересно. Правда, здесь специальная инфографика, это такой для специалистов, для тех, кто понимает. Возможность создавать красивые, интересные научные картинки в хорошем качестве, их сохранять себе на компьютер. Ничего лишнего, просто картинки. Ну и, соответственно, тексты. Выбираем шаблоны. Шаблоны здесь разные, вертикальные, горизонтальные. Добавляем свой контент из библиотеки и получаем симпатичную научную инфографику. Так что вот учителям естественных наук, если вдруг у нас на вебинаре кто-то присутствует, можно взять на вооружение. В общем, все здесь неплохо. Пять бесплатных проектов с одного аккаунта. Но вдруг понадобится для портфолио какая-то красивая вещь, либо для открытого урока можно здесь потренироваться. Ну, а дальше речь пойдет уже о сервисах, которые приближены к инфографике. Правда, тут копья сломали уже давно. Исследователи и ученые спорят вообще, инфографика это или нет. И можно ли это считать инфографикой. Ну, в общем, я взяла их тоже для обзора. Я просто очень кратко, потому что отдельный тоже вебинар будет по таким сервисам. Сейчас просто обзорно вам назову несколько сервисов для создания ментальных карт. Ментальная карта или карта ума, или интеллект-карта, это вот такое вот схематическое изображение информации. По сути, это тоже своего рода инфографика. Картинки, тексты, какой-то смысл передающий в таком сжатом виде. Общее представление о каком-то объекте. Виртуальные выставки в библиотеке делают с помощью таких ментальных карт. Но изначально они, конечно, создавались для мозгового штурма, для структурирования информации. И у них есть, самая главная их опция, это совместная работа. Вы можете приглашать соавторов работать совместно над созданием такой вот вещи. Это хорошая штука, если, например, вы собираете информацию по какой-то теме, и можно ее вот так вот красиво структурировать. А уже потом можно взять какой-нибудь сервис красивенький для инфографики и все это еще и в другом виде представить. Либо оставить, то здесь тоже все довольно симпатично. Но давайте смотреть. Сейчас по Китаю опять ссылочки разные. MindMaster. Сервис неплохой для создания ментальных карт. Вообще у этих сервисов все очень-очень просто. Тут даже не надо сдать английский язык. Здесь есть много красивых картинок и кнопочек. Нажимаем, добавляем тексты, блоки, соединяем их линиями. Блоки добавляются плюсиком, линии между блоками добавляются вот такой вот стрелочкой. Просто мышкой рисуем эти линии соединительные, ну и получаем на выходе схему. С правой стороны панель для красивости. То есть можно картинки, маленькие иконочки добавлять, разнообразить шрифт, там сделать наклонным ширным, поменять цвет, покрасить эти блоки в конце концов можно. Дополнительно здесь можно добавлять гиперссылки. Стрелочки – это как раз вставленные гиперссылки. На другие веб-ресурсы и получается такой интерактив своеобразный. Вы можете код получить и ссылку и встроить эту карту у себя на сайте и в блоке. Абсолютно такой же сервис Миндома. Один в один. И тариф у них одинаковый, бесплатный. И возможности абсолютно такие же Миндома. Правда, еще и дает возможность создания чата. Вы можете общаться. В период работы над инфографикой там есть опция чат. И можно еще какие-то комментарии оставлять по ходу работы. Добавлять комментарии. Ну и, собственно говоря, здесь все то же самое. Блоки. Их можно раскрасить, добавить внутрь текст, прикрепить картинки. Опять те же самые кнопки «плюс» и «стрелка». Выглядеть будет немножко по-другому, но примерно смысл абсолютно такой же. Тоже можно и в блок, и на сайт их вставить. Поплит. Красивый сервис. Сейчас покажу вам ссылочку на примерную. На этот сервис. Вообще гигантская работа. Вот она у меня скриншотом сделана, чтобы оценить ссылка целиком. На эту работу уже те, правда, по вакууму оказывается. Его можно тоже представить в виде вот такой ментальной карты. Здесь несколько элементов, соединенных между собой. Те же самые блоки. Внутри вставлены картинки. По возможностям этого сервиса бесплатно... Ой, забыла, сколько проектов у меня закрыто. Так, сейчас быстренько гляну, сколько я здесь бесплатно... До 10 проектов бесплатных. В общем, неплохо. Для бесплатного тарифа. Больше, чем у всех остальных, блоки здесь очень простые. Щелкаем мышкой, появляется блок. А дальше внутрь мы вставляем картинку, пишем текст, красиво оформляем. Шрифт, цвет, размер и так далее. И получается очень даже симпатичная вот такая вот работа. Готовую работу можно даже сохранить в формате PDF-документа, скачать себе на компьютер. Ну, соответственно, можно еще и вставить на сайт и в блог у себя. Что тут еще можно добавить? По ссылке можно добавить видео, но видео, к сожалению, с YouTube, а с хостинга, который называется Vimeo, к сожалению. Тоже есть опция совместной работы. В общем, тоже очень даже симпатичный сервис. Этот сервис стал, ну, не моим открытием, он давно существовал, я просто для себя его открыла в прошлом году, Айова. Раньше он назывался немножко иначе. Да, раньше было с YouTube, а сейчас с Vimeo. Я уже пробовала. Вот, я три ссылочки сейчас добавлю. Эти ссылки немножко коварны, я не знаю, как они будут работать из чата. Если не работают, вы мне напишите в чате, что не работают. Тогда их придется скопировать из чата и вставить сразу в браузерную строчку. Вот это единственный недостаток этого сервиса. Тут капризничающие ссылки. Это сервис для создания интеллект-карт. Они очень необычные здесь. Вот мне он понравился за свою необычность. Карты здесь трех типов. Есть обычная карта, вот такая. Ну, стандартно, да. Мы можем прикреплять картинки, писать тексты и еще дополнительные заметки. Ну, вот, например, они обозначены такими синенькими линиями. Антитеза. Если нажать на кнопочку рядом, откроется заметка, где рассказывается, что такое антитеза. Такая скрытая информация здесь присутствует. Вот стандартная обычная карта. Второй вариант – вот такая красивость. Это карта, имитирующая рукописный вариант. Здесь можно красиво в рамочке что-то выделить, вот такие облачка нарисовать, сами ветки вот так вот красиво изогнуть. Это все делается очень просто. Но продает такую необычную красивость. Опять-таки, картинки и заметки сюда добавляются. Ну, и третий вариант – получается вот такая диаграмма. Это, на самом деле, ментальная карта. Это у меня три рода литературы здесь. И вот внутри каждого рода у меня еще жанры присутствуют. Если нажать на каждый жанр, то откроется дополнительная справочная информация, плюс он еще и двигается. Вот так, анимирован этот круг. Если ссылку открыть, он должен еще и двигаться. Вы можете нажимать, открывать, читать информацию дополнительно. Красиво и необычно. К сожалению, вставить на сайты в блок не получается, он не дает кода. Но зато можно ссылкой делиться. Но она немножко коварная, на самом деле. Хотя, если открыть и посмотреть, красиво. Есть опция, опять-таки, совместной работы. Ну, а обо всех остальных сервисах для совместной работы уже на следующем вебинаре, уже в октябре об этом поговорим. Часто к инфографике добавляют разные сервисы для создания блок-схемы графиков. Тоже, по сути, своя инфографика, но здесь уже приоритет дается разной статистики, цифрам. Если у вас много цифр, статистики, то, может быть, присмотреться вот к таким сервисам. LucidChart – неплохой сервис для создания разных блок-схем, графиков, диаграмм. Есть шаблоны готовые, можно вставить туда информацию. Ну, вот у меня про Гарри Поттера, например, появилась. Вот такая необычная. Можно на выходе получаем ссылку и код, чтобы встраивать это все на странице сайтов и блогов. Сейчас, минутку, гляну, сколько у нас дополнительно позволяет. Да, бесплатно, к сожалению, только три проекта и сервис на английском. Хотя здесь много шаблонов и много там хорошая библиотека разных элементов. Для статистических инфографик это самое оно. Другой вариант, он бесплатный, диаграмм. Он не такой красивый, естественно, зато это приложение к Google аккаунту. Если у вас есть такой, то можно установить дополнительное приложение. Он раньше назывался по-другому, сейчас называется диаграмм. Сервис для создания красивых блок-схем, ну и в том числе есть несколько шаблонов для инфографики. Вот я как раз открыла, тут по центру несколько шаблончиков таких присутствует. К сожалению, в отличие от всех остальных Google сервисов, не переведен на русский язык, поэтому это немножко сложно. Хотя, если взять готовый шаблон, можно там переделать и, собственно говоря, без особых проблем это все. Сейчас отправлю вам ссылочку в чат, то, что я переделала на основе одного из шаблонов. Пока я к этому сервису только присматриваюсь, подкупает его бесплатность. И хорошая библиотека элементов. Здесь в основном иконки, конечно, ничего такого крутого, но набор, в общем, неплохой. Ну и, естественно, все бесплатно, сохраняется на Google диске, а дальше уже так, как вы захотите. Можно открыть доступ к этому, к этой инфографике и совместно ее редактировать. Можно там попробовать на сайтах, в блоге, можно скачать на компьютер. Ограничений абсолютно никаких. Ну и из блок-схем вот еще мне понравился Креатили. Ну и чем-то он напоминает LucerChart, правда, он переведен на русский, поэтому здесь работать проще. Пять проектов бесплатно дает, опять-таки. Есть готовые шаблоны, можно начать с нуля нарисовать. Это скорее для таких блок-схем. Особых красивостей здесь не ждем, но если что-то нужно, быстро и просто какую-то блок-схему нарисовать и распространить. Это тот самый вариант. Можно скачать к себе на компьютер, можно в блог, можно на сайт, можно ссылочкой делиться. Такой вот вариант. Красивые графики. Где же их взять? Иногда бывает, что необходимо какую-то информацию представить в виде вот таких вот столбичков. Есть несколько сервисов и для этого. Amcharts, например, сервис, который позволяет создавать анимированные столбики, диаграмм, которые будут вот так вот красиво выплывать. К сожалению, ссылку... Ой, ссылку я потеряла. К сожалению. Но эта ссылка есть внутри презентации. В качестве примера можно будет посмотреть. Я вам опишу, как это все работает. Открывается красивая подложка, и на ней вот эти графики будут красиво выплывать. Такие анимированные столбики. Это все для красоты, для того, чтобы показать в презентации где-нибудь на большом экране, поразить статистикой своих зрителей и пользователей. К сожалению, на сайт код не дают, на сайт на блог не вставить, только если картинка. Но это уже не так красиво будет. А так, собственно говоря, для статистических данных тоже хорошая штука. Ну, вот я вам покажу сервис. Ссылку где-то вот здесь уже увидела. Этот сервис называется DataGifMaker. Он позволяет создавать гифы на основе статистической информации. Это абсолютно бесплатный сервис, и он даже не требует регистрации. Открываем его, и нам сразу дают два столбика, можно больше. Мы добавляем сюда информацию какую-то. Например, глубину морей Мурманской области. Белое море, Баренцево море. Добавляем рядом цифры. Можно в процентах, можно абсолютные цифры. Дальше кнопочка превью. Просматриваем, что у нас получилось. А получается у нас вот так. Выбираем цвет. Можно перекрасить это все к красоту. Ну, и, наконец, Save Gif. Получается у нас гифка, в итоге которую мы можем вставить на страницы сайтов, блогов или куда-то в социальные сети пристроить такие гифы и, собственно говоря, делиться читателями. В чем суть этого гифа? Эти столбики будут расти. Один притесняет другой и в итоге замрут вот на такой отметке, как у меня сейчас на экране. Так можно схематически представить информацию. Ну, такой блог для развлечения читателей больше, но, тем не менее, какая-то статистическая информация здесь содержится. Можно сделать больше. Здесь параметров не обязательно их будет два. Может больше, тогда инфографика будет больше. Здесь могут быть кружочки, и здесь могут быть еще и золотые линии. Три формата сейчас дата гифмейкер предлагает. Этот сервис одно время произвел эффект такой в журналистике очень даже. Сервис Flourish, который позволяет создавать так называемые бегающие графики. Сейчас я ссылку попробую скопировать. Когда графики растут на протяжении какого-то времени и в итоге получаем какой-то результат из этого. Сейчас ссылочку вам скопирую в чат, отправлю, чтобы можно было это представить. Наверняка вы такие видели. Очень часто их публикуют на Фейсбуке. Вот примерчик таких бегающих графиков. Вообще Flourish позволяет создавать такие вот графики, анимированные, самые разные. Здесь есть и карусельки, есть какие-то другие более сложные варианты. Но вот почему-то бегающие графики как раз захватили презрительских симпатий. И сейчас именно этот Flourish, этот сервис предлагает возможность создать. При всей сложности сервиса тут самое сложное – получить большой массив информации. За несколько лет какая-то информация, изменение какого-то параметра, и все это нужно каким-то образом представить. Делается это все очень просто. Берется шаблон, далее определяется количество участников этого забега, цвет каждого столбика, ширина, по вертикали они будут бегать, либо по горизонтали. Это кнопочка превью, а дальше кнопочка дата. Если ее нажать, то откроется табличка, которую мы и заполняем. Можно вручную это сделать, можно это сделать, как таблицу Excel загрузить, и она будет здесь отображаться. Ну, в общем, вот таким образом изнутри эта гонка графиков выглядит. То есть у нас в первом столбике участники забега, а дальше по годам пошла информация о каждом участнике, какие-то цифры, просто набор цифр. Все, когда таблица заполнена, мы переключаемся обратно в предварительный просмотр, и у нас уже получаются бегущие строчки, бегущий забег этот. Дальше берем ссылку, делимся, вставляем на сайт или в блог. И таким образом мы становимся счастливыми обладателями вот таких необычных забегов. Немножко сложновато, но интересно получается. Если у вас есть какой-то большой массив информации, можно его представить. Ну и заканчиваю свой обзор сервисами для создания облаков слов. Тоже не совсем отфографика, здесь все-таки буквы, но с другой стороны это же облака слов, это же формы. Ну вот как-то так, например. Для чего они могут пригодиться? Да, можно рассказать о книге, например. Вот здесь у меня зашифрована определенная книга. Это как загадку можно поместить у себя в группе в социальной сети, позвать детей читателей, разгадывать, какое произведение здесь зашифровано. Можно собирать стихотворение. То есть вот так оно разбросано в виде облака, нужно собрать и догадаться, что же это за стихотворение здесь представлено. Можно попробовать называть автора. Вот облако слов из названий произведения, угадайте автора. Наоборот, можно найти лишнее в этом облаке слов. Какое-то из слов здесь будет лишнее, нужно догадаться какое. Как это все можно сделать и как это все работает? Я только два сервиса выбрала, на самом деле их немножко больше. Первый сервис так и называется – Word Cloud с облака слов. Вот ссылочка. Да, для детской аудитории – это здорово. А вообще такие облака слов можно распечатать и на выставке литературу добавлять, либо на уроке придумать какую-то викторину с ними. А можно детям самим дать задание создать такие облака слов. Это тоже реально. Тем более, что эти сервисы очень простые. Вот этот, например, Word Cloud, там мне нужна даже регистрация. Он, правда, на английском, но я его через Google переводчик перевела на русский. Стало все очень понятно. Берем какой-то текст. Называем кнопку File, открываем «Вставить текст», его вписываем, и оно тут же у нас отобразится в виде облака слов. Дальше передвигаемся правее. Форма облака выбираем из предложенных. Можно свою картинку загрузить, будет какой-то специфической формы. Дальше тема – это цветовая гамма. В какой гамме выходить это облако видит. Но можно вручную цвета настроить, если вам эта гамма не приглянулась. Ну и, собственно говоря, оно будет у вас тут же в предпросмотре отображаться. Раз, у меня получилось вот так. Я особо тут… Со шрифтами можно поиграть. Здесь много шрифтов, многие поддерживают русский язык. Я выбрала форму кораблика. Не знаю, похоже ли это на кораблик, то, что у меня получилось. Но если присмотреться, наверное, это парусник на самом деле. И скрытое здесь стихотворение Лермонтова. Вот в таком формате, например. Да, хорошо, спасибо, что похоже. Но вот. Это все делается буквально за 5 минут. То есть быстро, просто. Вот можно детям предложить такой вариант. Еще есть возможность это сделать интерактивным облако. Это вы просто скачаете картинку, распечатаете, либо в презентацию вставите. А еще можно сделать интерактивным это облако. Тогда мы открываем через ту же кнопку «Файл», выбираем опцию «Список слов». И вот они все слова, которые у нас здесь в этой инфографике есть. Он их выставил по частотности. То есть чаще всего в этом стихотворении он потребляет слово «он». Поэтому у него циферка 4, и оно будет крупнее всех. Но это так, подсказочка. Вы можете отсюда удалить какое-то слово, если оно вам не нравится. Далее, вот эта кнопка самая главная, «Юрл». Сюда вставляется ссылка на какой-то веб-сайт. Например, вы здесь зашифруете какие-то названия, имена героев литературного произведения, допустим. А вот здесь, где «Юрл», будут ссылочки на страничку этого литературного героя. Например, в Википедии, там, я не знаю, в социальных сетях, какой-то видеоролик можно сюда ссылочкой добавить. И тогда, когда участники, ну, естественно, это облако надо опубликовать в интернете, будет ссылочка у вас и код, можно встроить. Ну, и когда участники будут нажимать на какое-то слово, откроется ссылка на веб-сайт. Вот так получается интерактивное облако. Вот. Другой формат, WordArt, он, собственно, похож. Он немножко покрасивее будет, но смысл абсолютно такой же. Правда, здесь мы вставляем вручную слова. Там можно было сразу весь массив текста скопировать, ставить. Здесь придется вручную вставлять. Нажимаем на кнопочку «Words». Ну, во-первых, нужно здесь зарегистрироваться еще. В разделе «Words» вставляем слова. Вручную определяем их значимость. Вот это вот облако слов по книге «Облачный полк» Веркина. Здесь у нас имена главных героев, ну, и не только главных, но и второстепенных. По значимости они выстроены. Можно опять шрифтом поиграть. И далее самая главная кнопочка «Link». Она открывается через кнопку «Options». Взаимосвязанные такие две кнопки. И вот «Link» сюда можно ставить ссылки. И опять-таки у вас облако получится интерактивным. Ну, это не обязательно, но как вариант может быть. А внизу несколько кнопок для оформления. «Shapes» – это форма. «Font» – это шрифты. «Layout» – это подложка. Вот на каком фоне это все будет. Ну, и «Style» – это стиль оформления. Какой выбрать стиль там? Световая гамма. Вот это имеется в виду. Вот. После этого нажимаем кнопку «Визуализация». Это красная кнопка «Вверху». И тоже это облако нам рисует. Можно его скачать, можно ссылку, можно код. Строить на страницу сайта и блога. Все. Либо в электронном виде, либо для распечатки. Мы на выставку такую лёздочку вырезали и ставили. Получалось очень интересно. Вот таким образом работает. Это только два. Их на самом деле больше, но я выбрала самое-самое сегодня. Постаралась. Ну, а сейчас можно немножко поиграться в заключение. Еще один сервис «Ансвен Гаттен» – это сервис для моментального создания облака слов. Вы регистрируетесь, создаете какой-то вопрос, а участники вписывают ответы. Вот вопрос на экране, по ссылочке перейдете, откроется. Вы можете сейчас, прямо сейчас, вписать туда свою любимую литературную героиню, нажать «Submit», подтвердить его, увидите, что ваше слово тут же в облаке слов появится. Если оно уже где-то встречалось, то самые значимые слова, которые чаще всего встречались, они более крупным шрифтом здесь выделены. Регистр значения не имеет. Можно с маленькой, можно с большой писать. Все равно все будет с маленькой в итоге. Ну, вот у нас пока побеждает здесь «Золушка». Судя по скриншоту. Можете попробовать. Можно с детьми так играть. Дать им ссылочку и на экран вывести результаты. Ну, вообще-то сервер для создания опросов. Он так и называется. Answer Garden – это сад ответов. Когда вырастает прямо на глазах облако слов, было пусто, все начали голосовать, и тут же появилось облако слов. Интересно, необычно. Особенно можно тут мобильные телефоны привлечь. Они с мобильных проголосуют по ссылке, а на экране облако слов выросло. Вот такая вот интересная штучка. Можно использовать. Вдруг пригодится где-нибудь работе. Сервис абсолютно простой. Есть обучалка, если необходимо. Вообще по всем сервисам здесь, в самой презентации есть все обучалки, многие примеры, которые я в чатке дала. Ну и заканчивая свою длинную рассказку, подводим итоги, что инфографика все-таки очень интересная штука, интересная вещь. Ее можно использовать в разных сферах деятельности, в библиотеке и в школе. Информацию представлять, какую-то творческую работу создать, проект исследования, для социальных сетей делать интересные публикации. Можно даже целые инструкции создавать, резюме свое создать в виде инфографики. В общем, многое, многое другое. Я надеюсь, что вы для себя что-то интересное определили. Определили еще несколько слайдиков с дополнительной информацией. Собственно говоря, а где же брать картинки, если нам хочется создать инфографику. Вот несколько фотостоков, где можно их взять. Именно конкретно заточенные под инфографику. То есть без фона. Вот как раз то, что надо, чтобы не тратить время на обработку изображений. За кадром на самом деле всегда остается очень много. Вот на вебинаре я рассказываю примерно одну треть из всей информации, которой владею. Поэтому в моей группе, ну, может быть, вы уже знаете, что есть такая группа ИКТ-мастерилки. Следующие две недели до следующего вебинара я такое объявляю дайвинг, погружение в инфографику. Все материалы, которые не вошли в сегодняшнюю лекцию, я буду публиковать в группе. Так что, если вам интересно все еще про инфографику, то приходите, до следующего вебинара можно почитать. Ну и вступайте, естественно, если интересно будет. Ну и все, пожалуй, на сегодня. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, то меня можно тоже найти и в группе, и на фейсбуке, и в блоге. Вот. И всего доброго. До октября. Тогда до следующего.